приветствую всех у себя на канале в этом видео ролике мы будем делать зимнюю кормушку на f2 из банки и под кофе то есть это зимняя кормушка будет с поршнем у меня на канале есть видео ролик зимняя кормушка на хамена кормушка в общем но там это зимняя кормушка сделала при помощи сварочного аппарата из одного фильтра ну а сегодня мы сделаем зимнюю кормушку с поршнем и банки вот такой у нас к п классику 100 грамм не за горами как говорится зимняя рыбалка то есть уже сегодня сентябрь в общем скоро будет лед поэтому если он по поговорке готов сани летом либо зима и так что нам до этого понадобится еще принципе из всего материала из того что будет сделать кормушкам и сама банка список и свинец можно использовать такой как у меня квадратиком можно использовать кругленький свинец в общем у кого какой есть используем ну а теперь для начала как говорится на матербанке понадобится сделать отверстие потом их обрезать так но для того чтобы и обрезать нам сначала лучше сделать отверстие потому что совсем будет не очень удобно если мы сначала отрежем а потом будем делать отверстие вроде ближе стим больше видела мяться поэтому сначала давайте нагернем и и сделаем отверстие отверстие делать много на зимние кормушки не надо почему не надо потому чтобы рыбак ваша задача рыбу приманить анимать тереза чтобы накормить выберем атере терезы пожалуйста деля в киева по всех направлениях ну я покажу сколько примерно я обычно делаю дыр а то есть отверстие для бывает никто мистину выговорить где отверстие правило отверстие так дай мне кажется понравится молоток и гвоздь и так 6 дир по основанию по кругу нам будет вполне хватит тем более сверх тем более отверстия мы делаем до сюда это два сантиметра под края этой банки потому что нижняя часть нам тоже будет калечить на нее как говорится так молоток я нашел тоже ремонт идет поэтому пользуюсь топориком небольшое отверстие получилось а если бы мы сейчас края здесь и начали обрезать то есть уже обрезали бы кто боюсь что когда сейчас будем делать дальше это место мы бы все смели можно очертить можно делать шахматном порядке как угодно делайте выжить для себя не на продажу поэтому сильно прямо те отверстие запариваться не нужно еще раз повторюсь делайте вы для себя я сделаю на этом расстоянии всего четыре отверстия и того если 66 так и 4 так у меня получится 24 отверстия этого помню и так отверстия на кирилл по всему периметру как говорится банки чтобы и чтобы силен немецкий говорится я пока отрезать не буду еще на эту часть и просверлился на сверла ну первая шестерка 2 десятка чтобы сильно как говорится и почему не лучше не сверлить десятки потому что это же станка и железо начнет рвать то есть дели получится таки рваная поэтому лучше всего вы всегда просверлить более маленькие можно либо шестерка либо четверкой а потом с ровом уже побольше десятки принц такого отверстия вполне хватит давайте наберем на этом канале 10000 подписчиков вам не сложно а это поможет продвижению канала на ютюбе а также не забывайте ставить оценки если видео нравится софт и лайки если не нравится дизлайк а также не забывайте оставлять комментарии по поводу видеороликов которые выходят на канале и так продолжаем изготовление зимней кормушки с поршнем итак все отверстия мы теперь нам нужно сначала отпилить вот так и уже потом все эти отверстия потому что изнутри у у нас это выглядит как как терка вот эти задубинки надо будет сравнивать итак а теперь вам открыть облитку помощи ножовки и можно же при помощи ножниц контакты и все и тут не у кого пришла одна интересная идея зачем убирать эту часть когда можно убрать эту а крышку саму крышку используя в качестве поршня я выходил по-другому я закрывал крышку и убирал эту часть и пропускал поршню отсюда то есть используя а сейчас я пока говорится решил сделать наоборот использовать саму крышку в качестве самого поршня а а верхнюю часть оставить и точнее не куча и танки оставить не тронута то есть теперь убрать вот эту часть можно при помощи наверно ложницы сейчас попробую берем как а 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 и не всегда было так теперь нам все что нужно это и боится вот от этих зазубри один простой дорогой у меня есть и насадки на двери их можно еще использовать при заточки ножей и при помощи их мы сейчас открыли вас купить а так как говорится получилось вот эта банка с отверстиями то есть здесь все ошлифованно теперь сейчас все что надо сделать это в центре просверлить отверстие эти баночки и сделать из крышки ошен я воспользуюсь вот таким грузилом место погрузил интересно круглого сделано тоже и банки будете банки из-под кофе . ну короче я не подходит можно использовать в принципе я уже говорю квадратный например грузии здесь по центру потому что через него будет проходить наша самая спица будет проходить поршень закреплять ему принципе здесь абсолютно нет никакого смысла никуда не денется но для начала нам понадобится в крышке и банки по центру просверлить отверстие а потом из крышки и сама крышка уже сделать поршень который будет ходить внутри эти банки идем более простой дорогой найдем как все упал итак найдем центр примерно то есть например на следующем образом с меряем расстояние это диаметр у у меня семь с половиной и семь с половиной и семьдесят пять боли убежал из меряем точно также вторую сторону тоже должна быть семь с половиной и проведем еще одну черту здесь где у нас произойдет пересечение и будет центр делать ту же самую процедуру на крышке только так как у нас крышка больше намного больше поэтому будем мерить под этого от этого рубчика акценту то есть здесь получается 7 это вроде максимальная 7 это максимальная и по прямым углом под углом 90 градусов такси работающая вот здесь будет центр вот в этом месте вроде не вроде не ошибся страховочная для центра то есть ну чё светом отверстием здесь и банки и так после того как я просверлил отверстие крышки банки я также просверлил отверстие в свинце и просверлил от вести по центру в крышке крышка большая и нам сейчас ее надо будет подогнать а подгонять мы будем как раз попасть то есть если я сейчас возьму спицу и продернулись потом пройдену сквозь крышку закручивать это обычно велосипедная спица в головках которая прикручена сейчас покажу как это приблизительно еще до завершения будет выглядеть то есть вот как письма идет крышку и шагу не туда все это дело переворачиваем как видите крышку надо больше подогнать производим поршень но поршень ходи должен внутри банки они снаружи и у нас как раз тут получается если видно как раз получается вот по этому пазику сейчас мы обрежем все лишних вот как раз поэтому пальчику обычными ножницами ну как раз подходит то есть сейчас так и выберем уберем лишние состава умеет как говорится разногрузики еще и грузики есть уже сделан из кофейной банки так ладно собираем вот так это но мы еще не сделали как говорится крепежку которая будет это все дело у нас крючок и я покажу как это работает так чтобы у нас работала бутк груз давить на саму конструкцию то есть на саму банку поршень будет привязан к веревке и в итоге содержимое кормушки через эти самые отверстия выходит в этом принцип работы этой кормушки а порши порши веревки вот так и и когда все весь наш запас кормушки выйдет порши идет до конца ну вот теперь нам надо сделать петельку еще будет я петельку мы делаем вот здесь то есть здесь загнем и отрежем вот в этом месте то есть вот это место мы уберем сейчас фигурки гонжа и теперь сделаем петельку разберем и сделаем петельку петельку это заключающий как говорится стрих петелька нам обязательно нужна он петельку можно сделать как угодно как хотите посадить за мне для ее полно мама о хорошей петельку которым мы привяжем в парад теперь давайте все это дело собираем это нахрен упал что-то и так возвращаемся на место отсюда 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 груз можно закрепить принципе саморезом если хотите или болтом чтобы не бело хотел то есть как мы убиваем корм закладом сюда допустим хлеб или кашу или еще что-нибудь далее берем веревочку сюда и после чего поднимаем сейчас я все продемонстрирую и так давайте наложим сюда каких-нибудь сухариков не важно каких просто главное в принципе не важно что там каша хлеб а тут есть сухарики сейчас мы замоким это все дело интересно стать все тут для банка флага на весь итак вот у нас хлеб вот это дело сейчас я поставлю воду видно вам будет не видно в принципе есть отпускаем кормушку дмитрий владимирович не догадался зафиксировать ядрит меня мадрид сейчас что-нибудь придумаем надо было петельку бы сделать зафиксировать это все дело мая сейчас что-нибудь придумаем так пока поставим на дно как видите привет я буду бросать вот это кормушку то есть ничего из кормушки не выпадает как видите все зачетно весь хлеб держится там груз находится на самой кормушке тоже никуда не слетает но останется только уже дождаться когда крошки хлеба размываются и будут точнее сами сухари размываются и будут выдавляться через отверстие в банке вот так